Данная машина прошла вот такой путь. Эта диспетчерская работает уже пять лет. И только сейчас ее двери открыли журналистам. Здесь ведется ежеминутный мониторинг состояния уличной дорожной сети. В предстоящий зимний период это особенно важно. По вот этой таблице мы можем нажать курсором и вся работа данной машины, она у нас высветится. Мы можем задать период времени, видеть в какой период времени где она работала, какой пробег, расход топлива. Связь с машиной осуществляется посредством спутниковой навигации. GPS-датчики будут установлены и на технике подрядчика. Углонение от маршрута теперь может стоить денег. Всего в этом году дороги регионального значения будут убирать 350 единиц техники. Из бюджета на эти цели выделено полтора миллиарда рублей. Эти цифры сегодня были озвучены на совещании в департаменте дорожного хозяйства. Прогнозы неблагодарные вещи, но в принципе уверенность, что лучше справимся с этой зимой, она присутствует. А в основном присутствует не только исходя из готовности по областной сети. Потому что у нас все равно снег. Если идет, идет по всей территории. Если уборку проводить, то нужно проводить уборку как бы правильно технологично. То есть от центра к окраинному, как это делается всегда. Всегда, кроме прошлого года, когда из-за нехватки техники в городе подключали ресурсы районов. Сейчас городские чиновники уверяют, подобного коллапса не произойдет. Генеральный подрядчик «Родострой», отвечающий за четыре района Ярославля, дополнительно закупил технику. Теперь у них 60 спецмашин. Еще столько же у спецавтохозяйства. В случае аномальных явлений, таких, какие происходят и в других странах, мы видим буквально вчера, сегодня, в европейских странах. Конечно, ситуация будет стоять по-прежнему остро. В этих случаях у нас проработан вопрос опять с предприятиями, с организациями города, со строителями организациями. Там, где можно дополнительно на эти особо экстренные дни нанять дополнительную уборочную технику. Областные и городские власти утверждают, что к зимнему периоду регион готов на 90%. А так ли это, мы увидим уже совсем скоро, когда начнет выпадать снег. Екатерина Булькач, Владимир Чернов. День в событиях.